здарова ребятушки с вами ладушки и что-то дернула меня скуны поговорить и оказывается тут есть разные диалоги хотя не уверен к чему меня это приведет давайте пока мы уже здесь обсудим и это что у тебя за странные слова я пришла из леса ты ждал лучше не ходи ты не вынесешь того что я видела не мучая валя отсюда ребенок что это за детская дерьмо фигляты голову морочено палец крис куда скорее сдохнуть чем заговорил отвали от нее поговори со мной значит эта девочка интересно дитя поговори со мной она почти полностью скрылась забором врача строчку из песни о том как на нее якобы завели дело об убийстве торчит только верхушкой и шапки то есть все реально бесполезно про это нам в принципе то нечего уже больше добавить да 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 тут уже все в принципе хорошо да скуна мы поговорили у нас есть два поинта навыков хочу ли я поговорить с джойс давайте посмотрим какой у нее триггер и могу ли я его пара проломить сейчас мне кажется что нет даже с двумя поинтом и поинтами навыков я сейчас наверное не смогу это сделать у нас есть некоторые вещи которые нам неплохо бы обсудить вот одна из них это узнать о тайне вселенной он еще здесь хорошо сохранение какой у тебя триггер там был расскажи мне правил по обсудим татата и так я говорила евраром еще раз рассказать об этих татуировках вот кстати про татуировки надо по порог по поводу этой реальности вот концептуализация что-нибудь фундаментальное невозможно 20 низкие шансы концептуализация спасибо что мне есть на концептуализацию по моему самообладание стойкость эмпатия сумрак энциклопедия кстати да риторика трепет по-другому пороге эмпатии это я помню драма логика но по моему мне ничего нету или пристика электрохимия самообладание по моему на концептуализацию мне как раз ничего нету внутренняя империя визуальный анализ полицейская волна визуально полицейская волна и трепет полицейская волна и визуальный анализ нарушение болевой порог сумрак прикиньте мне у меня есть рубашками на концептуализацию прикол я этого не знал так это грубая сила пиджак на концептуализацию еще одно хорошо сколько мне это расскажите услышал почему-то не прокручивается по поводу реальности 17 я добавил 2 и это начало работать теперь если я подкинул где-то было вот она еще одно на концептуализацию бонус от мысли один принять мне все равно остается еще один point так опять минуточку будет даст она мне 28 процентов или нет вот что мне интересно да и 28 процентов все погоди давайте знаете что сделаем с первого раз работал триггер опять же на 28 процентах я немножко этого не ожидал честно я просто зажмутил 2 очко его тоже можно было вкинуть в концепт но я хотел бы сделать сегодня еще кое-что поэтому пола решил попробовать на 28 процентах и сработало с первого раза что это за мир наш мир жемчужный светлый глаз обращается к морю я полагаю мир един этот мир материи и и противоположности серости объектив ее разума скользит по поверхности воды что вы там видите огромные массы воды покрытые лес лес лесами земли скопление огней там где находятся города вы видели кадры этого фильма мы всех видели это этого мира достаточно подытоживает она так должно быть это величайшее самое лучшее сочетание атомов мурашки бегут по у тебя по руке оставляя волосы вставать дыбом ветер мечется по заливу лучше из возможных миров да есть даже специальное слово которое выражает любовь к этому в эту ларианскую эпоху когда человечество с ума сходила от этого мира постоянно открывала для себя новое в том числе эти архипелаги я слушаю элизиум вот теперь и все немножечко пришло к нужной точке этому миру действительно нужно специальное название выражающая любовь все так ведь есть и те кто назвал бы его адом что такое от название выражающая ненависть как и большинство подобных слов она придумана мискискими нефтефашистами вообще картину меня пока не складывается картина мне с нами перейдем других вообще картин не складывается а вы пытаетесь постичь картину мира она прижимает палец кубам вообще картины пока нет возникли некоторые сложности с выходом на орбиту как так великие дела не сразу делается пока что мы можем смотреть на мир только изнутри в горизонтальной плоскости какой же формы тогда наш мир когда-то считалось что это сфера однако с каждым днем это начинает казаться всеми ними невероятным из таблоидов о таком не узнаешь но орга еще и в традициях в 30-е годы запускают в нижней слое атмосферы металл метеозонды орги акцидент ревашуль град изображение изображение пока мало но во время на но со временем становится все больше со собраны из трех крупных научных источников изображения позволяет различить темно-серую колонну темно-серую корону серую корону да она делает паузу серость покрывает 72 процента поверхности она опускает серые испускает серые вспышки и протуберанцы даже нависает на целыми изолами изображение не четки на если там когда-то была сфера похоже она очень давно раскололась тебя проникает холодный ужас что у меня такое серость а что вы говорите что вы имеете ввиду когда говорите корона говорят что укрытый тенью диск нашей планеты окружает разряженный слой вещества ну то есть если мы и все еще живем на планете проще говоря это можно представить как огромный участок земли разделенной пустотой прошу простить меня любезнейшая она смотрит по сторонам должно быть для человека с тяжелым случаем энцефалит на инс валите и это звучит пугающе даже сторонники научного позитивизма не до конца уверены что с чем мы имеем дело однако один из величайших вопросов нашего времени возможно когда когда мы составим полную картину это выйдет нас из накатанной колеи сплотить человечество как бы наивно это не прозвучало чтобы что-то не похоже что расколотая корона может нас всех сплотить и так после этого все будет в порядке не хватает знаний чтобы рассуждать вещах такого масштаба моя специализация ограничивается государствами народами и торговым маршрутами мои знания далеко не всеобъемлющие воздумывается но да с вами все будет в порядке не волнуйтесь она не выглядит особенно уверенной в том что с тобой все будет хорошо скорее наоборот теперь она понимает как сильно ты болен я совершенно чувствую себя человеком у которого все в порядке у вас сложилось неправильное представление я не в силах передать вам знания о геометрии изображения нашего мира получивший полученных в нижних слоях под орбитой это поднимает взгляд наш мир будто будто бы коронован это безумие это диска вам бы понравилось очень похоже на диск которым мне хотелось бы послушать ну что же раз вы говорите что это диска вот видите в этом мире каждый может найти за что ухватиться каким бы потерянным он не был тебя пронизывает холод тяжелый воздух 80 процентов влажности внезапно ты осознаешь что под тобой что бы то ни было что под тобой чтобы это не было руки опускаются свисая по бокам лейтенант молча наблюдать за вами поправляет очки упомянули серость что это такое технической точки зрения серость не является частью реальности эти она смотрит на часа кроме того думаю переживаем переживания нам на сегодня достаточно у нас все-таки дело которое нужно раскрыть разумеется лейтенант она кивает затем поручить к тебе давайте поговорим о чем-нибудь другом я не хочу хочу знать что такое серость что значит не является частью реальности послушайте он снова парочки не забывайте что имейте дело с очень чувствительным и впечатлительным офицером полиции которые все еще восстанавливаться восстали свое здоровье после недавнего приступа ведь и надправ давайте сменим тему она еле заметно тебе подменять что вы хотели узнать спрашивайте о чем угодно попросить кима оставить вас наедине чтобы поговорить о серости и мне доверяет я да давайте так я не хочу бегать от него я хочу ты же можете вернуть вернуть тихонечко вернуться сюда позже когда лейтенант не будет рядом или убедите о том что вам нужно поговорить давай попробуем 92 процента отличная мысль просто спроси его он же не за не заказать скандал ким могу парню поговорить с матом найти не хорошо отходит вместо с заметками видал что он может сделать ты же взрослый человек теперь скажите мне что такое серость вы точно уверены ваш коллега кажется категорически категоричен в этом вопросе да что такое серость хорошо наступает она детектив серость это преобладающий в нашем мире тип геологической структуры материя разделяющая изолы интер изоларное вещество что такое изолу изола это миссининский миссининское слово которое означает континент материи со всех сторон окруженные серостью на родственные понятия изоляция континентальный массив когда-то мы думали что континент всего лишь всего один но за последние четыре века обнаружили что их 7 мунди соль самара индель март град катла этот островалия островалия что это океаническая изола она состоит преимущественно из воды мунди крупнейшие изол катла самая холодная островалия самая синяя что еще можно добавить она ненадолго умолкает к каждая из них обладает огромной ценностью обречена на погибель хорошо на что она похожа без цвета без запаха и каких-либо отличительных особенностей серость враг материи жизни она вообще не похоже ни на что ни на что на свете это про это переходы из существования в лишь то противоположность бытия совершенно верно противоположность бытия но она плотно запахивает ворот капюшона холодно а здесь она есть нет дайте мы в безопасности она показывает на море серость начинается там 66 тысячах километрах северу с юго-востока и запада еще дальше мы в самом центре изолы а вон там показываешь на север возмущение материи уважаем уважаемые которая вливается в серость перекатывается даже испаряется удивляю удивительное зрелище переходная зона между миром и серостью называется пороговым провалом представьте себе серый корональный туман холодные испарения отмечены спорами приспособившиеся микроорганизмов плесени это что адаптировались к жизни на краю небытия это она закрывает глаза и тяжело дышит диска можно ли представить более подходящее для этого название ким физическими свойствами она обладает их сложно описать или измерить ее основное свойство представлены отсутствием свойств физических эпистемиологических и лингвистических чем глубже вы погружаетесь в серость тем очевиднее становится их отсутствие вплоть до математических законов там нет даже цифр никому еще не удавалось преодолеть цифровой барьер быть может это в принципе невозможно на слух не очень понятно пишет пишется ли она заглавной буквы скажите это одно из тех понятий что пишется заглавной буквы смотря что вы хотите сказать если всего лишь хотели подчеркнуть цвету конечно же не сострочно но цвет имеет лишь отдаленное отношение к данному понятию когда речь идет об окружающей золи материи тогда заглавной хотя стоит ее один раз увидеть накачать головой и все лингвистические вопросы отпадают если мы окружены серостью такая попасть с одной золу другую о это на шумно вздыхает прежде чем произносить следующие слова это очень сложно крики птиц звуки техники работающие в порту такие осязаемые и не вызывающие сомнений серость позволяет проходить через измерения сегодня мы можем даже сжимать ее широту посылая радиоволны с одного конца в другое сокращая тем самым путь однако перемещение по серости не сбитая при этом перемещаться по серости не сбиться при этом с пути по-прежнему очень сложно в процессе можно даже повредиться рассудком серость оказывается влияние на рассудок при том очень серьезные но как некоторые говорят о поврежденных стволовых повреждений стволовых клеток из-за серьезно сенсорной депривации другие утверждают что серость каким-то образом содержит информацию о прошлом которое со временем разрушается речь идет о разряженном разряжен разряженном прошлом они разряженной материи интересно это называется смешанным смешанием самые самоидентичности серость отрицает не только физические законы но и законы психологии может даже история эта информация о прошлом подвергать части мозг сильному облучению а кто стоит за этими различными трактовками за 1 сторонники позитивистской логики за 2 идея диалетического материализма что похоже облучение она ужасно просто ужасно международные стандарты накладывают строгое ограничение максимальное время воздействия серости не должно превышать 6 дней в году для гражданских для нее эта цифра больше намного больше вы путешествуете не как гражданское лицо нет лейтенант дюбуа я путешествую энтропонетическим бизнес-классом у меня есть разрешение соответствующая подготовка позволяющим не подвергаться воздействию серости в течение 22 дней ежегодно ты уже встречал и других людей подвергшихся воздействию серости то странная седая женщина в грузовике кстати да я про нее забыл совсем водитель грузовика приходится иметь дело с серостью до грузовики перемещаются с помощью дирижаблей кивает она ужасная работа однако скоро автоматизация позволит отказаться от этого нужно проспросить об этом тут дальнобочке посмотрим что она расскажет а вы подвергались такому облучению еще как детектив еще как ее губы складываются в горькую улыбку с каждым годом воздействие становится все хуже я тебя понял то есть тут есть очень много подводных камней штука энтропоника тропа энтропонетика поправляет она это научное исследование серости или в случае града последние попытки таких исследований первое исследование появилось еще 6 тысяч лет назад перекарнатцы назвали ее западной долиной периметр перекарнатской суперозолы был исследован серость была не только на западе она была во всех сторон уже тогда люди были окружены ей они пересекли ее западную долину есть некоторые признаки таких предисторических путешествий успех перемещения через серость зависит не только от наличия соответствующей технологии но и от серьезной психологической подготовки подобные методики были разработаны еще несколько тысяч лет назад что ж тогда изменилось появление этой науки ничего мы остаемся бессильны перед серостью единственным прогрессом в отношении путешествий стало увеличение скорости с которой воздушное судно может пройти через нее чем больше времени воздействия тем меньше будет последствия а чем меньше время воздействия тем меньше последствий понять то есть быстрее пересечешь лучше будет воздушное судно гибридные воздушные корабли детектива обычные винты и реактивные двигатели позволяют ускорять лишь до определенного момента после которого движение останавливается это происходит как только судно переходит из внешних слоев серости в более глубокие проще говоря мы забрасываем корабли в и они вылетают с ее другой стороны для этого нужно только хорошенько прицелиться прежде чем бросать если этого не сделать тогда они не вылетели исчезнут как уходит под воду камень брошенный блинчиком чего больше серости или остального мира серости больше чем материи соотношение два к одному причем постоянно меняется это в нашу пользу а вы как думаете детектив вы смотрите в глаза все разжимается мир становится все больше и больше серость растет именно одно одно из нескольких измерить измеримых свойств серости заключается в том что она расширяется с неизвестной скоростью можно даже перейти к воду что при таком развитии событий серость однажды покроет собой все однако такие мысли свойственны обычно тем кто любит бросаться в крайности покроет все это этого не может быть что тогда будет с нами не дать промолчим большинство людей разумеется большинство государственных и частных частных организаций целой цивилизации даже религии предпочитает либо не замечать либо преуменьшать важность этой информации советую вам поступать также не похоже что вы последовали моему совету я ведь но я ведь из лучших побуждений детектив наслаждайтесь жизнью давайте вернемся к реальности конечно прекрасной реальности она приподнимает переменяться с ноги на ногу однако сначала скажите мне одну вещь детектив что впервые вы что впервые слышите об этом вы действительно ничего не помните ничего лишь пара алкоголя полную отключку иногда смутные тени прошлого касается меня в этом ничего нет ничего хорошего я начинаю понимать кто я все остальное мне не знакомо любопытно любопытно тогда скажите что вы думаете о серости она внушает ужас это диска это конец живого мы продолжим свое существование это принцип нашей веры друг в друга единственное что можно что может остановить ее распространение это немедленный повсеместный переход к коммунизму что блин антикоммунистическая сила я беспокоен должен признать выглядит это не очень либерально живете с этим сам по себе грандиозное достижение вот так вот серьезно серьезный взгляд морщины лучиками расходятся от уголков глаз она изучает тебя воспаленные глаза опухшее лицо ты в плохой форме лоб вспотел покрылся капельками пота тяжело дышишь вы впрямь не знаете вряд ли это хорошо отразится на расследовании детективе если вы даже этого не знаете она умолкает на полусловия это расследование станет шедевром который я которым я запомнюсь обещаю все кайца к чертям я знаю сети люди погибнут я справлюсь надеюсь очень надеюсь позвольте дать вам совет держитесь поближе к своему коллеге кицураги я наводила справки он настоящий знаток своего дела пока вы всегда можете обратиться за помощью ко мне помогу чем смогу даже если нам придется обсуждать по одному фундаментальному понятию за раз она легонько кивает хорошо ведь она снова подходит к вам вы все еще в сознании возможно я зря беспокоился все еще продолжаете свои беседы о реальности или мы все-таки можем вернуться к настоящему расследованию ким это же просто звездец какой-то что же вернемся к работе прежде чем мы уйдем давайте обсудим другие по ней понятия реальности к вашим услугам спасибо ну чтож похоже что это все и только бы поспрашиваете и погодите а это не все стоп просто для справки так это мне не надо вопрос по поводу реальности времена которым мы живем когда случился этот кавардак то его начало что закон контроля я немножечко пролистаю что этот 43 года это все это время что потом как себе извините я тут просто пролистываю то есть это 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 было как раз то чего мне не хватало очень быстро распространяющиеся микроорганизмы которые уничтожают ткани мозга настоящей причиной революции касались материального благосостояния пандемия просто послужило толчком забавное было времечко люди изобрели транзисторы и рок-музыку но при он нах ничего не слышали никто не знал и куда и куда все это распространилось из ревошольной града недалеко миру удалось пересечь дальнейшее пресечь дальнейшее распространение правительство массово было свернуто в восьмом году а двумя годами позже коалиция удалила коалиции удалось разбить ревошольскую коммуну это был конец что случилось потом я и вы офицер она разводит руками из стороны в сторону в стороны и полы плаща хлопают по ветру наша с вами жизнь зоне контроля что такое зона контроля город государство разделяющие на свободные рыночные зоны которые твердой рукой управлять международным представительством коалиции государства и конечно же вы гражданская милиция зона контроля это третье воплощение ревошоля после падения с юзеренитета и коммуны а что случилось остальным миром он стал современным появились чудеса межизолярной коммуникации телематические сборники ради радиация цветной пластика тем временем западный ревошоль вот уже пять десятков лет не может оправиться с последствиями тех событий с 8 что это продолжается уже 43 года время летит незаметно и чем мы занимаемся все это время 20 20 были десятилетиям городских войн западный берег сравнили земли морские платформы горели и все это тоже был лучше чем с 8 по 19 годы тогда царил настоящий ад а что потом в 30 в 30 все успокоилось благословение международного сообщества западный ревошоль стал крупнейшим в мире официальной зоной а офшорной зоной впервые за долгие время появилось ощущение что мы куда-то движемся все это не облагаемые налогом доходы должно быть и стали толчком для начала новой эры что означает только одно а мы двигались нет это был рыночный мираж подпитываемые кокаином и денежными влияниями сороковые стали для всех отрезающим ушатом холодной воды будто вся изола отходила от тяжелого похмелья и вот мы здесь она делает реверанс добро пожаловать в реальный мир пупсик а на чьей стороне была уайлд пайнс они выбрали сторону победителей поэтому они здесь а другие нет мудрое решение возможно это все было бы иначе если бы за руководство отвечала я и могла бы сделать ставку на короля это привело бы компанию к краху быстро поставили на короля я бы встала на сторону пушек если вы если бы вы видели то возможно пусть поступили бы так же она задумывается наверное мне повезло родиться в свое время 10 из 14 индо индо триб ошиблась с выбором фельд купри 3 sentinel так что полагаю я оказалась бы в хорошей компании что бы вы изменили хороший вопрос она вытягивает шею а вы что бы изменили нет сначала она я бы нашел медицинское решение какова ваша роль во всем этом а я задал вопрос вам детектив без прошлого из гражданской милиции какая мысль о какие мысли острая энцефалотопия рождает в вашей голове медицинское решение похоже этот царат своих людей с ума я бы убил 400 миллионов я бы обозначил свою позицию очень четко я бы получил права на недры и был таков я не знаю что бы я изменил значит скорее всего вы бы погибли где-нибудь недалеко отсюда а может быть и здесь все во время захвата плацдарма защищая побережье в тот день когда город взяла коалиция она указывает на воду по той и по той и по твоей спине пробегает холодок а я бы не стал сражаться на стороне коммунаров ветер утихает над темными водами залива мартинеза повисает тишина собачий лая звук выстрела отражается от стен какого-то далекого здания туда вы бы погибли сражаясь против них задолго до захвата плацдарма наша жизнь всего лишь тень отброшенные теми событиями довольно их уже не изменишь кто знает может нас ждет рассвет ну ладно довольна сентиментов хотите узнать что-нибудь что-нибудь еще вот твой шанс спроси кто она в этот раз и не удастся нет серьезно расскажите мне кто вы такая что вы такое задумается она от этого не отвертеться перестань перестаньте увиливать я ужаснейшая из ужасных произносит она внезапно с улыбкой представительница пожирательница детей и целых народов а предательница я ультра уголки губ ее приподнимаются во скале обнажая клыки и что это ультра ультра либерал это такой тип либералов времен революции такой радикальный тип крест и 100 и либерал круто я и сам либерал не понимаю что такого ужасного вы что не слышали она поучительно кивает я адская тварь запретных болот одна из тех что толкнула короля под поезд 3 вашу революция потом придала и и революционеров вижу вы считаете меня вымершим видом вы вы считали меня вымершим видом никто в здравом имени стал бы сейчас причинять причислять себя к ультра либералом по крайней мере открыто она смотрит тебе в глаза вы же центрист до глубокой души настоящий моралист скажите теперь когда я раскрыл свою душу боитесь ли вы меня в ее зеленых глазах смесь искренности и самоиронии десятилетия вины и гордости я прощаю вас но только потому что вы так очаровательны да да мне пофиг заслуженное наказание хумляется она не может быть прощен так будь забыт помолитесь за нас в шато а зона и стелла мари когда страсти поугасли осталось остались только либералы и им пришлось разгребать весь этот бардак им удалось выжить а значит в их руках была сосредоточена огромная власть позволяющая задавать по дальнейший курс набросать взгляд на дельту реки это было все что удалось достичь нашему последнему поколению а вы поступили бы иначе при всем уважении к к нашим владыкам вечное вечное временное правительство вечное временное правительство которое сделало из мартинеза памятник военной мощи артиллерии легкий ветерок снимает пыль сметает пыль с заново отстроенных улиц восточной части а маленький дождик умывает их загораются огни мотокареты спешат по дорогам я бы не променяла суверенитет на коалицию ни в мартинезе ни в стелле мари ни на плацдармах дельты я бы отстояла его если если не для себя она замечает что ее маленькие холодные ладони сжимаются в кулаки нажимает их так для своих если не для себя так для своих дочерей мы обязательно были мы обязаны были защитить свой суверенитет если бы мы сожгли дотла всю золу чем позволили бы прийти мы скорее бы сожгли бы всю золу чем позволили бы им прийти сюда вы умная женщина возможно и сергей легонько звенят когда она кивает и когда-нибудь это меня погубит Да ты сам не дурак Не-не Иначе меня это Иначе Меня это тоже погубит Ну давайте вот так Умные постоянно учатся Одно фундаментальное понятие реальности С другим Патриотка? Пожалуй, но я испытываю патриотизм Только к этому месту Крамольные мысли Лейтенант откладывает свои заметки И внимательно смотрит на нее У вас есть дочери? Да Помимо прочего я еще и мать И жена Она закрывает глаза, а затем вновь открывает их А теперь мы может вернемся к реальности? Спасибо Это было гораздо больше, чем я ожидал Гораздо, блин, больше Так Узнайте о реальности Это было огромное задание И я рад, что мы его наконец-то выполнили Оно висело у нас с понедельника И как видите Было чертовски многослойным Так, лучшие хиты Послушать лучшие хиты Понедельник Погодите У нас У нас Смотрите, сколько у нас мало заданий осталось Мы их щелкаем на раз-два Круто Узнайте информацию о серийном номере Перезнаделись на следующий день Чтобы получить информацию о владельце брони Татуировки жертвы Спросите еще кого-нибудь Я думаю, что нужно девушку наверху спросить Найдите орудие Оружие Так, получается Исследуйте потайные коридоры танцев Вот это нам еще нужно сделать Я еще не знаю как Хорошо У нас Опять два очка навыков Даже практически два с половиной Ф5 Супер Я очень рад, что мы с ней так побеседовали Что У нас получился конструктивный диалог Все складывается очень даже хорошо пока что Я рад Давайте сходим наверх, наверное Кассету мы послушаем, пожалуй, завтра Нам уже и так скоро ложится спать Уже 22.04 Давайте зайдем в танцы Посмотрим К девушке можно еще зайти или нет Возможно тоже придется к ней заходить завтра Раз у нас два очка Навыков можно попробовать подкатить к рыбачке Я уж не знаю, чего мне это будет стоить С тобой у меня никаких триггеров не осталось Нет, до свидания Я поговорил, кстати, с твоим дружбалем А, тебе это не нужно Хорошо Пока-пока Так, насчет тебя Привет-привет Тебя Про криптидов Нет, спасибо Честно Гард А, крошка церковь Сан-Сан С управляющей кафетерием ждет Пока ты заметишь, что он узнал песню Ага, церквушка Это самое Это на самом деле мое прошлое Моя жизнь На самом деле моя любовь С ней все вышло Очень плохо Я думаю, вот это Круто Кажется, на самом деле думает, что это чуточку круто Чем я могу вам помочь Я видел в танцах кое-что Классный третий номер Это она чикнула А, классе Третий номер Это она чикнула телефонную линию Блин, я же Зачем Он обрывает себя Нет В задницу Не хочу знать Не хочу знать Почему она все эти уроды Делает то, что она делает Я думал, что мне хоть один Приличный гость в здании Загадка раскрыта И я так что Ну, спасибо Что сказали И к счастью Она все оплачивает срок Я просто перешлю И счет И дело с концом Похоже У нее где-то Заныканы деньги Достаточно Чтобы Современно Своевременно оплачивать Я не хотел Рассказывать Я это сейчас Случайно рассказал Черт побери Так Вот что меня интересует Вот эта дверь Если я возьму В руки Вот этот Так Черт Эту штуку Если я возьму В руки Вот этот инструмент Я смогу Открыть дверь Попытаться Толкнуть Черт Мне нужно От нее Или ключ Или еще Что-то Мне туда Нужно Это один Из тех Квестов Которые Я хотел бы Сделать Он давно Тут уже Висит Ладно Попробуем Ее Проломить Ее Триггер Посмотрим Что из этого Получится Посмотрим Посмотрим Я не помню На что он Был Сейчас Глянем На какую Эмоцию После 21 Можно Лечь Спать Тут Куча Дел Какой Спать И Кстати Тут Есть Дверь На Грубую Силу Тоже Можно Попробовать Я Не Уверен Пока Что Сейчас Глянем Ладно На Грубую Силу Вообще Страшно Пробовать Потому Что Можно Убиться К черту И в 5 Черт Я Не Хотел Тебя Сдавать Извини Парни Харди Дали Мне Одну Запись Сказали Она Доказывает Что Погибший Собирал Что Так Могли бы Рассказать О себе Это Для Протокола Я Хотел Еще Раз Поговорить О Вашем А Где Был Этот Триггер О Домогательстве Что За Полевой Цветок Внезапная Смена Темы Вот Вот Это Ладно Похоже Они Предпочли Что Я Сказал Что Это На Сам Деле Произошло Она Дыхает Не Хотела Я Не Хотел В Это Впутываться И Что На Этой Записи Мы Как Раз Собирались Послушать Так Как Но Пока И Не Собрались Пока Кивается Бог Погодите А Хорошо Грубая Сила 3% Давайте Быстренько Посмотрим Что У нас На Грубую Силу Вроде Как Майка Была На Грубую Силу Сила Воли Ну К Одень Майку Оденем Сумрак Ну Вот Это Можно Кстати На Грубую Силу Одеть Болевой Порог Сумрак Внушение Полицейская Полицейская Волна У меня Не так Много Вещей На Грубую Силу Болевой Порог Само Обладание Сумрак Черт Реально Не так Много Вещей Жаль Логика Калибристика Электрохимия Это Будет Сейчас Очень Печально То есть Плюс Один Ничего Не даст Да Рискованно Выбить Дверь Пинком Уйти Папапапапапапапапам Погодите Значит И в 5 Где у нас там Грубая сила А я могу Качнуть Только Один При всем Желании Я могу Качнуть Только Один Это Даст Мне 8% А Твою За ногу 8% Это Чудовищно Мало Это Просто Чудовищно Мало И у меня Больше Ничего Нет На Грубую Силу Предметы Спасибо Блин Очень Вовремя Фигурка Всадника Без головы Миночка Разве Я не оставил Ладно Инструменты Моторика Психика Психика Чтобы открывать Запертые Контейнеры Поместить Это для контейнеров Чисто Да Чтобы открывать Запертые Контейнеры Поместить Тоже Для контейнеров Внутренне Внутренней империи Эмпатия Погодите Это давало Мне Одну Эмпатию Прикольно Психика Мне очень хочется узнать Что там Давайте Кое-что Сделаем Получилось Всего Со второй Загрузки Я вообще В шоке Внутри Что-то Хрустнуло Всего Со второй Загрузки Это просто Обалдеть Я Вообще Не ожидал Я уже Приготовился Сейчас Минут Десять Стучаться В эту дверь Но А Невероятно Приятный Звук Исследуйте А это И было Серьезно Класс Кивает Женщина Это Наполняет Тебя Уверенностью В своей Физической Форме По крайней мере Порча Имущества Была Не напрасной Заглянем Внутрь Посмотрим Что там Офигеть Найдите Вход Потаиненный Коридор Раскройте Спрятанные В нем Секреты Погодите Я все время Думал Что это Нижняя Дверь Это Верхняя Дверь Которую Мне Нужно Искать Ёлки Палки Прям Очень Удачно Сегодня Все Складывается На стене Крошечное Отверстие Сквозь него Видно Спальник Который Находится За стеной Ты Почти Видишь Неясные Образы Мужчины И женщины Вьются На грязной Постельном Белье Залитые Наркотическим Потом Повсюду Валяются Бутылки Электрохимия Ты че Я вижу Отсюда Спальню К лосье Он Следы 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 Отпечатки Мужчина Может быть И Одна Знаете Что Офицер Он смотрит На тебя Раньше Дело О Синей Двери Было Мега Расследованием И сейчас Слилось С нашим Основным Расследованием Весьма Масштабным Надо сказать Ладно Что же это значит Значит Кто-то Использовал Потайной Ход За номером Изнасилований Причем Недавно В последние Несколько недель Это может Оказаться Важным Посмотрим На них Поближе Большие Следы Ботинки Скорее всего Ботинки Скорее всего Размер Определить Сложно Подошва Может быть Больше Подошва С рисунком Равномерные Горизонтальные Полосы Не похоже На отпечатки Обычных Рабочих Ботинок На подошве Нет ни марки Ни логотипа Производителя Похоже Обувь Либо сделана На заказ Либо просто Старая Не похоже На те Что мы Видели Что мы Обнаружили С повешенным Думаю Вот это Он Рассматривает Следы Поближе На самом деле Размер Похож Обувь Другая Но носить Ее мог Тот же Человек Не очень Похоже На следы Рабочих Ботинок Нет Мелкие Горизонтальные Полоски Отличаются Мне кажется Обувь Выполнена На заказ Или может Какая-то Зарубежная Модель Сложно Сказать Тем не менее Это ботинки Хорошо Вокруг Вокруг Полная Тишина Отпечатки Следов Перестают Пересекать Мастерскую Идем дальше Кто-то Разобрал Здесь автомат Для пинбола И вытащил Всю Начинку Начинку Че это такое Че я подобрал Эмпатия Координация Это круто У меня тут На концептуализм До сих пор висит Где у меня Был черный Полицейская волна Визуальный анализ Давайте мне Визуальный анализ Сейчас нужен Будет Офигенно Схема автомата Для пинбола В футуристической Тематике На полках Стоят ящики С инструментами Запасными деталями Маленькие окошки Наглухо заклеены Черной лентой В них ничего не видно А вот так мы попадем Ох ты ж плен Ну так мы пойдем Туда куда нужно Мне кажется Теперь мы синюю дверь Просто откроем С другой стороны Да Так оно и будет Пинбол Белая Диора На задней панели Изображена Скорбящая женщина Записка Внимание Запасной ключ Привязан к кусту За окном Угловой комнаты Эта дверь связана Стой наверху Но как войти Где-то должен быть ключ Отвечает литяна Где-то в танцах Наверное Это не то чтобы Очень важно Можно ходить через дверь На крыше Можно Но Лифт Погоди А как мы сюда пришли Крошечный лифт Освещает узкая древняя лампочка Решетчатая клетка Открыта Она приглашает войти Заглянуть внутрь Пахнет Нугой И потом Ты задеваешь Патолог головой Справа Панель управления Внутри А внутрь Как раз Влезут двое Уведомление Под панелью Гласит Последние Этих обслуживания 10 или 88 Видимо На этом лифте Возили автоматы Для пинбола В мастерскую Наверху И обратно Посмотреть на кнопки Крупные прямоугольные Кнопки Монтер Та-та-та И международный Вызов аварийной службы Третья Кажется Сломана На маленькой Стальной Площадке Написано Хальтер 800 Хальтер Это Кеннештадтская Компания Производитель лифтов Давным-давно Закрывшегося Тут пишут В последний раз Лифт чинили В 88 В 88 В 88 В 88 В 88 В 88 Давненько Его в последний раз Обслуживали В конце прошлого века Кивает он Взгляните на это Позитивно Если лифт Сломается Травмы Будут легкими И 3-4 месяца В больнице Не больше Максимум 5 Судя по всему Это сарказм Так на него Снова катались Автоматы Для пинбола Похоже на то Хотя для грузового лифта Он больно Затейливый Ким щелкает По отрезанной Лампочке Золотой во тьме Закрыть дверь И ехать наверх Ну так Мы на этом лифте И спустились То есть Имеется ввиду Что мы По нормальному Могли найти Этот лифт Открыв Тут дверь Погодите Перезвоните Алисе На следующий день Нет Это не то Что у нас Из готового Раскройте Спрятные секреты Исследуйте Потайные коридоры Танцев Погодите Но это же Не все секреты Тут кто-то Был Тут кто-то Наблюдал О, 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 стой Логика Выходит Когда-то Давно здесь Ремонтировали Неисправные Пинбольные автоматы Теперь все в пыли Лейтенант Осматривает Пыльное Тесное помещение И изучает Инструменты на полке И в какой-то момент Ремонтировать Пинбольные автоматы Перестали Это вот это вот Похоже на то Видимо По адресу Норд-22 В районе Мартинес Поначал располагался Пинбольный зал А уж потом Он стал гостиницей Здесь еще остались Автоматы Он постукивает ногой Скрип Пыль падает С полки Внизу В вестибюле У главного входа Один даже Один даже Еще работает По нему Долбил один из парней Харди Я видел Помнишь Что сказал Резчица игральных костей Получается Танцы в тряпье Бывший пинбольный зал Восточный дельта От него все От него все И осталось Да Да-да Так сказал Резчица игральных костей Он записывает Что-то в блокноте Уверен Где-то это никак Не относится Но приятно Находить связи Но потом Предприятие разорилось Тебя вдруг Осеняет И по коже Бегут мурашки Видимо В какой-то момент Ремонтировать Пинбольный автомат Перестали Да Лет 20 назад Может 15 А вскоре Пинбол и вовсе Вышел из моды Соглашается он А не значит ли это Что танцев в тряпье Часть проклятой Торговой зоны Если так Нашему управляющему Кафетериям Это не понравится Он осматривает Сообщим ему о том Что здесь обнаружили Но о своих подозрениях Умолчим Проклятый отель Он едва ли будет В восторге от того Что его предприятие Фигурирует В городской Страшилке О банкротстве Дурацкая Суверия Но все таки Любопытно было бы Узнать Что об этом Думает управляющий Так Закончить В смысле Хорошо Проклятый отель Классно У нас опять Есть два Навыка Хорошо Ну Очень удачно Получилось Что мы потратили Один на силу И он не пропал Даром А что Собственно Об этой дырке В стене Думает Девушка Знает ли она Об этом Это очень интересно Ключ Надо найти ключ От той синей двери Ладно С ним еще поговорим Меночку Куст На углу Что-то Где-то Сейчас Сейчас Нужно быстро Выбежать на улицу Посмотреть Я думаю Что с Гартом Мы поговорим Уже Уж на следующий день Наверное Класс У нас теперь Это все Отображается И от этой двери Есть ключ Не существенно Конечно Но Минуточку Этот ключ Кто-то же Спрятал Значит Кто-то там Ходил Эти же следы Не просто так Это Заставляет Задуматься Мы за последние Две серии Очень много Чего интересного Узнали Я прям Не нарадуюсь Что так у нас Все получается Гард Погоди Там нам есть О чем поболтать Но Я быстренько Хочу посмотреть На кусты Там за углом Как бы подозрительно Это не звучало Так Так А где это В принципе Кусты Погодите Нет Ну это же Лещику Ну Черт с ним Я вряд ли Тут что-то новое Найду О Здесь все Кишит саранчой Восприятие Густой воздух Вокруг тебя Заполняет Жижение Стрекот Сарачи Земля Подхижина Покрыта Погорками Грязи Маленькими Похожими На окна Отверстиями Столбики Из грязи Из песка Поднимаются Вверх Будто Маленькие Небоскребы Обиталища Жильцов Насекомых Что ж Детектив Похоже Что вы Раскрыли Дело Лейтенант Глядывая По сторонам Начинает Что кто-то В своей записной Книжке Поворачивается К тебе О Саранче Дело О пропавшей Саранче Которая Является Частью Дела О воображаемых Насекомых По крайней мере В этом По крайней мере В этом направлении Все идет Отлично Я забыл Про саранчу В общем Вот зачем Нам все Хорошо Да Я так и думал Да Кивает он Чувствую У нас тут Прям переломный момент Думаешь Островлийский Фазмид Где-то недалеко На самом деле Присутствие Саранчи Говорит об обратном Приманку из ловушки Забирал Не фазмид А куна Фазмиды Не существует Согласен Он пожимает плечами Но Мне ли об этом судить Используй Свои детективные способности Ты ведь знаешь Что здесь нет Никакого Волшебного жука Фазмид Мешает тебе Нормально соображать Нужно поговорить Об этом с куну Чтобы он Чтобы он прекратил С куну Разбирайтесь сами У меня У вас Это хорошо получается Чертова саранча Ай ты мелкий зараза Зачем ты саранчу украл Я думал Я думал что мне нужно С ним поговорить Мне нужно было Просто зайти к нему Я знаю что это Ты спер саранчу Из ловушки Которую оставил Криптозоолог Медленно отвечает Он неожиданно Прямо глядит тебе в глаза Насекомых забрал Куну А что Ты говоришь Что тебе пофиг На насекомых Потом Строишь для них Целый город Это не город Для насекомых Это град Саранчевый Отвечает Он тщательно Говорю Каждый слог Саранча Это не просто насекомые Они Все заполняют Нафиг Пеленой Хватит Стена Это наизоград И Зарывается лицом В руки Саранча Падает с неба Мглой Видимо Это на Найт-Сити Который он упоминал Когда-то спросил у него Где он был То есть там Найт-Сити Ааа Город саранчевый Город ярости Город огней Идет война За имя Вымышленного города Его воображения Недва хватает Вместить такое Девочка Заставляет себя Снова на него Посмотреть Уголок Уголок Уголки ее глаз Подергивается От напряжения Ее физически больно От такого уровня Отстоя Возможно Урон Невосполним Город ярости Звучит круто Ты что теперь Типа Художник Не суть Детки Я просто хотел Да Вот город ярости Хорошо Куна Мусор хочет Тебе помочь Стоит она Вот настолько Это отстойно Пожалуйста Не говори Что ты Художник Он выпячивает Грудь А что Может и да Слыхали Я теперь В художник Он сказал Я Обычно Куна называет Куна Кстати Это огромный Огромный шаг С его стороны Погоди Я не слышал Кивнуть Создать искусство Достойно признания Я и сам В некотором Вроде художник Вот так вот Господи Куна Ты полностью Ободстоишься Где-то Типа секунд Через три Не дай ему тебя Ободстоить Эй Где ты Может Куна Может быть Кем Куна Захочет Куна Сам себе Хозяин Куна Свободен Он дергает За пуговицу Пытаясь Порвать на груди Рубаху Те не поддаются Куна Сделает Сделал себя Куна Куна Может стать Кем угодно Если захочет Может стать Мусором Может стать Куна Вообще Пофиг Не становись Мусором А то тебе придется Меня арестовать Во дворе Повисает Свинцовая тишина В этой тишине Ты слышишь Как Со страха Как Со стрях Падает Капель Кто-то Закрывает Окно А это Дорогая Зависит От твоего Поведения Мы с Куна Это обсуждали Я обещал Что не буду Тебя Арестовывать Не знаешь Что Промолчу Она Без единого Слова Полностью Исчезает За забором В кои-то Веки Мальчик Не находится Что сказать Он Все Он Весь Покраснел А теперь Румянец Идет Белыми Пятнами Готово Теперь Убеди Его Оставить Ловушку Криптозалога В покое А зачем Куна Прекрати Воровать Саранчу Из ловушек Криптозалоги Ищут Нечто Очень важное Саранча Приманка Что означает Град Саранчовый Да Ничего Не означает Фигня Это Просто Куна Любит Концентрироваться Куна Любит Фокусировать Внимание Строить Всякую Фигню Когда Разгонится Он Затирает Лицо Мусор Наконец Отводя Глазряд И До Города Куна Теперь Он Отстоящий Прекрати Слушай Да Пофиг Мне Не нужна Мне Эта Саранча Все равно Она Теперь Отстоим Поворачиваться К забору Права Балаку Над забором Выкатывается Лицо Девочки Она Показывает Рова Настолько Чтобы Встретиться С Куна Она Не знает Радоваться Ли Тому Что Кун Наконец Признался Отстоянности Этого Продолжает Говорить О себе В первом Лице Куна Это Куна Не я Что Будет Саранчой Да Сдохнет Она Теперь Ладно С этим Разобавились Так что Я пойду Какой Фига Они Вообще Ловят Спрашивает Он Прежде чем Ты Пойдешь Ловушкой Ловушками Этими Острово Лийского Фазмида Бармач Он Услал Название Ты знаешь Про Острово Лийского Фазмида Все Думают Завец Он Вали Отсюда Задолбал Уходя Ты Замечаешь Что Он Перестал Петушин Покачиваться Движение Замедленно Будто Иссяк Завод Часового Механизма Ну И Хорошо Куна Обещал Что Больше Не будет Сообщить Крипто Залогом А он Еще Вообще В этом В баре Уже Как бы Почти 11 Давайте Зайдем Глянем Так Мне На Этого Фазмида Пофиг На самом То деле Да Он Еще Здесь Я Поговорил С этим Пацаном Он Обещал Больше Не Воровать Саранчо Поджимает Губы То Есть Это И Правда Было Лишь Ребенок Он Удручен Спасибо Что Рассказали Солнышко Она Поворачивается Нежно Улыбается Мужа Это Ж Добрые Вести Верно Значит Можно Снова Попытаться Она Бодрится Но Что То В Голос Изменилась Скрытая Тревога Ее Что-то Грызет Подрывает Уверенность Дело Не в Куной Не в Попрапавшей Саранче Дело В чем То Другом Да Вы Правы Нужно Просто Снова Зарядить Пустую Ловушку Потом Еще Раз И Все Потом Может Быть Удастся Стареющий Криптозоолог Разражается Чудовищным Кашлем У него Температура 38 Организм Не Выдерживает Она Смотрит На него Снежной Тревогой Милый Я же Просил А тебя Осторожнее Ты Заболеешь Не Пора Ли Вернуться Домой Да Ты Права Он Осторожно Дышит Чтобы Вновь Не Разразиться Кашлем Вернемся Летом Когда Будет Потеплее Так Люди Успокаивают Себя Когда Их Замыслы Проваливаются Блин Это Прям Много Время Отнимает От Основного Расследования Все Это Стоит Того Я бы Предложил Помощь Но Мне Свои Дела Отказаться Черт Может Я Мог Б Положить В Ловушку Новую Наживку Давайте Вот так Все Доделаем Вы Могли Бы Лейтенант Показывает Показательно Давит Вдох Ладно Лучше Так Чем Если Они Заработают Пневмонию Но На этом Не Меньше Всего Мессир Он Жаждет Знать Конец Сей Басни Иначе Не Остановил Но Здесь Довольно Полный Офицер Это Чересчур Он Заходится Кашлем Морел Хочет Сказать Спасибо За Помощь Она Кивает Мужу Вот Порция Свежей Саранчи Просто Засыпьте Ее В Раструб И Еще Раз Спасибо Если Это Придет К Открытию Мы Вас Без Сомнений Упомянем Не Так Не Как Соавтора Конечно Но Опаньки Соавторство Ты Будешь Знаменит Всем Пока Ладно Я Пошел Черт Че Вы Там Хотели Самое Сложное Вспомнить Какая Из Ловушек Это Была Сначала Положите Приманку В Ловушку Которую Нашли Пустой Перед Этим Сам Деле Я Наверное Пересмотрю Может быть Одну Из Своих Записей Посмотрим Коробка Саранчи Предметы Коробка Саранчи Реально Ладно Ладно Ребятушки Тогда На этом Будем Заканчивать Спасибо Что Были С нами Всем Удачи Добра Бобра Все Молодышек И Всем Покеда Покеда Субтитры подогнал «Симон»